Всем привет! При выборе и покупке IP-камеры нужно учитывать тот момент, что IP-камеры имеют разные прошивки с привязкой под разные приложения на мобильном устройстве. Поэтому, ну, кто собирается одну приобретать камеру, то тут не так, не столь важно. Но все равно есть приложения, которыми удобно пользоваться, есть приложения, которыми еще пока неудобно пользоваться. Они, правда, все усовершенствуются, все уже переводятся, русифицируются. Но, если вы планируете в дальнейшем приобретать камеры, сейчас приобрели одну, потом еще одну, в планах у вас несколько приобрести, то нужно учитывать то, что если покупать камеры с разными прошивками, вы можете наколлекционировать себе на смартфоне приложений. У вас одна камера будет привязана к одному приложению, другая к другому, это неудобно. Если вы купите три камеры с одинаковыми прошивками, то есть под одно приложение, у вас они все будут в одном приложении объединены, вот, например, ну, как по мне, идеальное это XMI приложение, вот оно. То есть вы открываете одно приложение, и в списке устройств у вас находятся несколько камер. Вы можете все три камеры открыть одновременно, пользоваться одним приложением, это очень удобно. Если вы имеете видеорегистратор, или же планируете приобретать видеорегистратор, и IP-камеры к нему привязывать, тоже идеальный вариант, это камеры с одинаковыми прошивками, совместимые с видеорегистратором. Вот на примере у меня видеорегистратор XM прошивка под XMI приложение, и у меня небольшая солянка здесь, несколько камер, то есть основная часть камер XMI-овская прошивка, несколько камер с другими прошивками, поэтому вам покажу на этом примере, что может быть. Камера, картинка будет выводиться по-любому через ONVIV протокол, даже если камера имеет другую прошивку. Но с данной камерой дальнейшие манипуляции проводить с видеорегистратора не получится. Первое, что и очень неудобно, это невозможность настройки записи по движению. Постоянная запись у вас будет идти с видеорегистратора, а вот по движению настроить вы не сможете, если видеорегистратор и IP-камера ни одной прошивки. Второе, с видеорегистратора вы не сможете зайти на камеру и элементарные настройки ей сделать. Вот, например, функция есть в видеорегистраторе IP-камера. Заходим, не удалось получить конфигурацию. Из-за чего? Из-за того, что видеорегистратор и камера разных прошивок. Например, возьмем камеру с XMI-прошивкой, с такой же, как и видеорегистратор. Заходим в раздел IP-камера и грузится вот такая менюшка, где мы можем дневной уровень шума там выставлять. Ну, такие вот, делать небольшие настройки. Режим день-ночь менять, профили, все такое. Также данная камера, которая одинакова с прошивкой, с видеорегистратором, адекватно работает в записи по движению. В некоторых камерах даже есть такой момент, что невозможно внести настройки цветности. То есть, если вот именно другая прошивка камеры, не одинаковая с видеорегистратором, нужно заходить в ее веб-интерфейс или же через приложение на смартфоне и тогда вносить настройки по яркости, по цветности. С видеорегистратора это делается некорректно и в основном настройки, выставленные вами, ну никак не работают. К примеру, с XMI-вскими камерами это все проходит без проблем. Настройки цветности, вот, дневной, дневная настройка и ночная. Все работает и все сохраняется. При этом не надо заходить отдельно на веб-интерфейс камеры и отдельно настраивать эту камеру. Все можно делать через видеорегистратор. Где и как определить камера какой прошивки. Вот мы на странице Алиэкспресса по камерам. Возьмем одну из камер, вот откроем ее. И в данном варианте, тут же прямо на первой фотографии, видим мы приложение XMI, его иконка и приложение ICC. Есть некоторые приложения, которые совместимы друг с другом. То есть на одной и не платформе, просто немного другой веб-интерфейс данного ICC приложения. Но данную камеру можно свободно привязывать к тому и к тому приложению. Камера с прошивкой XM, будет она подходить к данному нашему видеорегистратору и будет работать без всяких вопросов. Также вноситься будут настройки в нее напрямую с видеорегистратора. И также будет она писать по движению. Вот камера от SMAR производителя. Кстати, одна из дешевых и отличная камера. Поддержкой формата сжатия H.265 пое за смешную цену. Работают они нормально. Вот я зашел на ее страницу и тут у нас на фотографиях, в общем-то, на картинках не указано, с какой прошивкой, под какое приложение. Можно пролистать ниже, определить это все дело, если нигде не прописано, не видите вы. Определить это все дело по картинкам бывает, настройки в приложении можно определить. Вот даже видно CMS, XMI, то есть это уже XMI приложение, но это кто визуально уже может определить. Нет, то заходим чуть ниже основной информации, вот описание товара и смотрим вот здесь в характеристиках. P2P приложение, 3W XMI Net, XMI приложение, то есть опять XMI камера. Совместимо с нашим видеорегистратором, можно брать и заказывать ее. Как правило, камеры с поддержкой Wi-Fi, аудио, карты памяти, вот многофункциональные такие камеры, привязаны к приложению EC. В общем-то, здесь можно увидеть это сразу, прописано в названии. Сейчас вот UC, камера под приложение UC, с XMI она никак не связана, но по, если мы зайдем на нее, у нее имеется ONVIF протокол, она будет работать с видеорегистратором. Но опять же, как я вам говорил, просто будет выводить картинку на монитор и просто будет, можно выставить постоянную запись с этой камеры. Опять тут же можно найти, но уже в общем-то прописано все уже в самом названии товара, поэтому здесь дальше заморачиваться и не нужно. Вот, например, камера другого магазина-производителя, тоже с поддержкой аудио, с поддержкой картой памяти. Уже подозрение, что это UC-шная камера с прошивкой UC, но тут вот в названии товара ничего, никакой информации нету. Можно даже не входить в описание видео, просто пролистнуть, бегло искать глазами. Кстати, в характеристиках в тех и не может быть и не указано. И тут мы находим вот уже картинку приложения UC, Download the UC Vision приложение. Все, камера UC-шная. Смотрите, если у вас уже есть одна UC-шная камера, эту камеру можно брать и у вас будет уже две камеры в одном приложении. В описании товара указано, что камера имеет ONVIF протокол. Также она будет работать с видеорегистратором, который поддерживает ONVIF протокол. Но если этот видеорегистратор другой прошивки, там камера просто будет выводить картинку на монитор и ничего больше. И писать в режиме постоянной записи. Например, вот Misesu, тоже неплохой производитель камер. Просто наводим даже сразу на название, раскрывается полное название и мы видим, что камера XMI, приложением XMI. Не обязательно, кстати, сразу открывать, заходить на камеру. Можно открыть полностью вот ее название, раскрыть и, как вариант, может быть уже прописано, с какой прошивкой камера. Вот, например, тоже наводим на одну из камер Uniprotek. И здесь у нас слот для карт, Wi-Fi, поддержка аудио и приложение Camchi. Уже ясно, что какое приложение и с какой прошивкой данная камера. Вот, например, я открыл одну из облачных камер. Это та камера, которая поддерживает, то есть, облако Amazon, с которой может писаться на удаленное облако картинка. В основном они все привязаны к нескольким приложениям, которые совместимы. Это приложение Diggo Cloud, еще там пару приложений. То есть, камеры можно эти привязывать облачные к тем трем приложениям, без всяких вопросов. Поэтому камеры, которые поддерживают облако Amazon, привязаны к этому облаку, можно покупать и привязывать их в одно из приложений. Вот, в описании товара здесь должно быть указано. Кстати, с облаком не обязательно камеры в таком корпусе. Могут быть камеры и в таком корпусе с облаком, но могут быть в таком же корпусе камеры и с другой прошивкой под приложение UC. Также могут быть камеры и с таким корпусом, тоже под приложение UC и под приложение XMI. Поэтому по корпусу определять не стоит. Прошивки камер могут быть разные. Перед тем, как купить, нужно обязательно ознакомиться, найти информацию. Если не нашли, написать продавцу. Если продавец толком не может вам тоже разъяснить, то можете написать мне. Адрес своей электронной почты я оставляю в описании к видео. По возможности я людям помогаю, консультирую то, что знаю. Камер на Алиэкспрессе большое количество, разные корпусы, поэтому нужно разбираться. Идеальный вариант подбирать камеры под одно приложение, как я вам уже сказал, чтобы не путаться в приложениях и не накапливать их на своем смартфоне. Также, если планируется в вашем видеонаблюдении видеорегистратор, идеальный вариант совместимые прошивки с видеорегистратором камер. То есть одной прошивки и будут они идеально работать, как я вам показывал, в настройки различные все можно будет вносить. А на сегодня все. Обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, кому интересна эта тема. Будете получать первыми уведомления о новых видео на моем канале. Переходите в плейлисты, в плейлист по видеонаблюдению. Посмотрите, какой у меня большой плейлист и на нем большое количество видео обзоров, различных камер, тестов. То, что я знаю, делюсь с вами, показываю, как это все работает. А на сегодня все. Всем удачи и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok